Значение растений. Каковы особенности питания растений? Какие растения называются культурными? Приведите примеры культурных растений вашей местности. Какие территории называются центрами происхождения и многообразия сортов культурных растений? Значение растений в природе и в жизни человека велико. Это обусловлено в первую очередь способностью растений создавать органические вещества из неорганических под действием солнечного света и таким образом обеспечивать пищей все другие организмы. Все растения, которые в природе произрастают самостоятельно, без труда людей, называются дикорастущими. Те же растения, которые выращиваются людьми, являются культурными растениями. Культурные растения – рожь, пшеница, овес, рис – это ценнейшие зерновые культурные растения. Из их зерен изготавливают крупу и муку, а затем пекут хлеб и варят каши. В огородах и садах выращивают овощные и плодово-ягодные культуры – картофель, морковь, огурцы, капусту, свеклу, редис, фасоль, яблони, вишни, сливы, смородину и другие. Их плоды – клубни или корнеплоды – содержат много питательных веществ и витаминов, необходимых людям. Кормовые растения – клевер, алюпин, кормовая свекла, кукуруза и другие – выращиваются для питания животных. Такие растения заготавливают впрок в виде сена или силоса. Красиво цветущие и благоухающие декоративные растения украшают не только сады, скверы и парки, но и жилые рабочие помещения. Многие декоративные растения, такие как ирисы, лилии, хризантемы, еще недавно были дикорастущими. Но люди обратили внимание на их красоту и полезные свойства и стали их специально выращивать. О ценных свойствах лекарственных растений люди узнали еще в древнем мире. Отварами этих растений люди лечились сами и спасали от разных болезней животных. В настоящее время лекарственные растения – валерьяна, женьшень, подорожник и ряд других выращиваются на особых плантациях для приготовления из них медицинских препаратов. Но не только питание и лекарства дают нам растения – бумагу, ткани, строительный материал и многое другое получают из растений, которые называются техническими. Их перерабатывают на заводах и фабриках. Существуют также сахароносные – сахарный тростник, сахарная свекла и другие. И масличные – подсолнечник, арахис, соя и другие растения. Многие культурные растения, которые растут, цветут и образуют семена в течение одного лета, называются однолетними. У двулетних растений – редис, репа, салат, капуста, семена образуются во второй год их жизни. В настоящее время один вид любого культурного растения состоит из очень многих сортов. Сорт – это специально выведенная, созданная трудом селекционеров новая группа растений какого-либо вида. Если вы вместе с родителями участвовали в выращивании каких-либо культурных растений, то уже убедились, что сортов растений очень много. И каждый сорт имеет название. Слышали ли вы названия сортов яблонь? Антоновка, грушовка, боровинка. Ученые-селекционеры работают над улучшением сортов вкусовых качеств фруктов и овощей. Люди не только давно научились выращивать культурные растения, но и всегда интересовались их происхождением. И в связи с этим следует помнить труды замечательного российского ученого-биолога Николая Ивановича Вавилова, 1887-1943 годы жизни. Он вместе со своими учениками установил, что многие культурные растения произошли от дикорастущих, произрастающих в районах древних человеческих обществ, цивилизаций Евразии, Африки, Америки. Участки территории этих стран, откуда начали распространяться представители культурных растений, Вавилов назвал центрами происхождения культурных растений. И теперь известно, что, например, родиной картофеля является Южная Америка. Капуста и свекла имеют средиземноморское происхождение, а кукуруза, ячмень и кофейное дерево родом из Центральной Америки. В огромном значении растений для человека нельзя сомневаться ни минуты. Растения снабжают людей пищей. Из растений получают лекарственные препараты, строительные материалы, химические вещества и многое-многое другое. Овощные и плодово-ягодные растения дают нам витамины и полезные минеральные вещества. Красоту садов, парков, приусадебных участков создают декоративные растения. Однако, необходимо помнить, что в природе среди многих полезных растений есть ядовитые растения, опасные для жизни. Изучите их на рисунке и постарайтесь запомнить. Значения растений в природе. Благодаря особенностям своего обмена веществ, растения являются главным источником пищи для всего живого. Создаваемое ими органическое вещество основы жизни на Земле. В процессе образования органических веществ растения поглощают углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом. Углекислый газ и кислород, являясь частью воздуха, относятся к неживой природе, а растения и представители живого мира. Таким образом, растения связывают живую и неживую природу в единое целое, мир, в котором мы живем и работаем. Вот и получается, что все живое на нашей планете обязаны своим существованием зеленым растениям. Важно также знать, что озоновый экран, который защищает нашу планету от губительного космического излучения, возник в результате деятельности растений. Растения играют огромную роль в природе и жизни человека. Без растений жизнь на нашей планете станет невозможной. Сохранять и увеличивать их количество – важнейшая задача каждого из нас. Запомните, растения дикорастущие, культурные. Культурные растения – зерновые, овощные, плодово-ягодные, кормовые, декоративные, лекарственные, технические, сахароносные, масличные. Это интересно. Культурные растения выращивают очень давно. Например, ценное овощное растение огурец выращивает уже шесть тысяч лет. Родом этот овощ из Индии, где сейчас дикие огурцы растут в лесах, объевая деревья, а в поселках оплетают заборы. Три раза в год можно снимать урожай огурцов. Самый большой огурец, выращенный в Англии в 1986 году, имел вес 22 килограмма. В Северной Африке растут деревья, которые у местных жителей вызывали удивление и даже испуг. Их стали называть дьявольскими деревьями. Еще бы! По ночам такие деревья начинали светиться. Ученые выяснили причину такого свечения. Деревья из почвы накапливали в своих тканях фосфорные соли, которые обладают свечением. Растения оздоравливают ту местность, где они растут. Особенно хорошо очищают воздух от пыли. Растения с шероховатыми, клейкими и опушенными листьями. Такие деревья, как вязы, задерживают в шесть раз больше пыли, чем тополя. Один гектар разных типов лесов очищает воздух от пыли в килограммах. Березовый лес – 2300, еловый – 30 тысяч, сосновый – 37 тысяч, дубовый – 54 тысячи. Материал для повторения и закрепления. У растений, как и у всех живых организмов, осуществляются процессы питания, дыхания, роста, развития, размножения, обмена веществ. Они обладают раздражимостью. У большинства растений есть органы, каждый из которых выполняет определенные функции. Например, корень удерживает растение в почве и обеспечивает его водой и минеральными веществами. Стебель выносит листья к свету. В листьях образуются органические вещества, и с их помощью растения дышат. Цветок является органом полового размножения покрытосеменных цветковых растений. В многообразии растений выделяются разные систематические группы единицы, основная из которых – вид. Растительный мир состоит из деревьев, кустарников, трав. Многолетних и однолетних растений, культурных и дикорастущих. Незаменимо значение растений не только потому, что они кормят, одевают людей, создают своей красотой хорошее настроение, а еще и потому, что все зеленые растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Кислород необходим для дыхания всем живым существам на земле. Растения нужно изучать, беречь и высаживать новые.